На этот раз инициатором Букроссинга выступил магазин Оскниги, в стенах которого и была проведена акция. Некоторые посетители, узнав о ней заранее, приходили уже подготовленными, со своими книгами. Затем сотрудники магазина писали краткое описание содержания, после чего заворачивали принесенные книги в канцелярскую бумагу. А участники приступали к самому интересному выбору – произведения взамен. Каждому знакома эта ситуация, когда вы приходите в книжный магазин и берете книги. Вроде кажется, что книга отличная, но когда прочитаешь, понимаешь, что что-то не так. Всегда круто поменять, иметь такой шанс что-то выбрать интересное. Что выбрали? Современная английская литература, любовь лауреат Букеровской премии. Не знаю, что это, но мне кажется, интересно. Книга бумажной обложки – это тайна, однако краткое описание дает ключ к разгадке. Например, на одной из книг написано «Альтернатива беспорядки в арт-мире 18+, на другой – классика, сборник рассказов, роман-откровение». Такие вот скрытые ориентиры. К примеру, Ольга обменяла своего коллекционера Джона Фауза на книгу в обложке с очень интересным описанием. Выбрала нашумевший роман, экранизированный. Примерно предполагаю, что это будет. Ну вот, хочу посмотреть, угадаю, нет. Книги заранее заказывали в Минске, привезли около ста книг, заказывали. То есть это были абсолютно новые книги, никто их не читал. Ну и нам приносит в достаточно хорошем состоянии, чтобы было всем приятно их взять. Условия акции «Свидание с книгой вслепую» простые. Принесенная книга должна быть в хорошем состоянии, интересной, не раньше 2000 года издания. К ней необходимо придумать краткую аннотацию. Книгу упакуют, подпишут и оставят на полке, ждать свидания с новым читателем. Принести и забрать можно только одну книгу. Кстати, завтра, 15 июля, последний день букросинг акций. Поэтому, кто хочет попасть на свидание с романом, сборником рассказов или стихов, стоит поспешить.